доброе утро друзья и сегодня снова волкового озера нужно сказать что градус температура воздуха падает но градус форелевой рыбалки наоборот увеличивается с каждым разом все соревнования все интереснее и интереснее и сегодня у нас турнир который носит название эльбейт страут кап и с нами непосредственно дмитрий линский который является как знаковой фигурой форелевом украинском спорте и на международной арене также не побоюсь этого слова и он имеет самое прямое отношение к компании эльбейс и к тем соревнованиям которые нам сегодня предстоит с вами смотреть и поэтому попросим его сказать пару слов о том что это за турнир о фирме эльбейс о правилах и может быть еще какие-то интересные моменты ну начну с того что правила правила такие же как и во всех турнирах потому что турнир мы тоже решили подвести провести под эгидой ukrainian trout area league это тоже рейтинговый турнир будет вот по компании эльбейт ну скажу так что она не нова и многие спортсмены очень давно то есть им приходилось заказывать эти приманки и ждать их очень долго после расширения производства это вот наш друг товарищ вадим логиным с которым мы познакомились на одном из таких турниров но в латвии компания extreme expedition забрала представительство данных приманок в украине я скажу что ну используется как бы очень крутые аттрактанты качество резины высокого уровня ну и фарелятники очень хорошо и и знают поэтому компания extreme expedition уже как каждый год мы проводим этот турнир и этой осенью также не обошлось без него я думаю что он будет интересный вот как правило мы стараемся и раздавать приманки и радовать призовыми там я думаю что будет весело интересно как бы вот ну посмотрим как отзовется форель потому что немножко и давление скачет вчера было конечно прохладнее сегодня чуть потеплее ну посмотрим как это отразится на клёве и в двух словах о спонсорах турнира если я так понимаю фирма extreme expedition и торговая марка эльбейтс может быть кто то еще или это ну так же мы призак добавили очень интересную штуку которая будет актуальна как раз вот в это время года ловли то есть это карбонейлоновые лески компании дуэл которые очень хорошо себя зарекомендовали поэтому вся восьмерка призеров получит данный девайс то есть многие уже ей ловят то есть оценили качество ну вот мы еще решили также отлично ну и кстати великолепный кубок эльбейтс мы уже подсмотрели его так пользуясь служебным положением великолепная работа дизайнерская в услугу кто изготовил эту идея до идея была такова чтобы сделать кубок в виде банки эльбейтса ну и медали точно так же вот а изготовили это наши друзья товарищи с карты рыбака которые помогли нам полностью от начала до конца произвести данный кубок я думаю многим понравится я думаю он понравится тому кто получит его в руки и непосредственно мы тебя больше не задержим как я побежал будем тебя болеть так друзья мои старт начнется у нас примерно через 20 минут так что все кто не поехал на рыбалку или поехал на рыбалку со своими гаджетами приготовьтесь у нас снова 8 часов боев форелевых и я вам скажу сегодня конечно же будет очень серьезная заруба потому что сезон подходит форелевый концу нас еще ждут правда командные соревнования 9 числа но вот я так понимаю что эльбейтс будет завершающим скорее всего пунктом в личном первенстве сезона 2017 нас этого года и здесь собрались самые-самые так сказать стойки самые заряженные самые мотивированные спортсмены которые я думаю концу сезона направили великолепную форму поэтому сегодня будет скажем так не презент от не презентационное действие а реальная рубилова и ребята будут выкладываться по полной поэтому оставайтесь с нами следите за нашей трансляцией а мы будем с олегом мясниковым стараться освещать все как можно более полно ну и мы начинаем доброе утро друзья мы начинаем общение с нашими зрителями первым джекерами говорит владимир воротняк мы антона велька здоровая с нами тебе антон здравствуй кубок уедет черновцы ну посмотрим потому что черновцов уже люди есть есть и мильча кто еще у нас черновцов есть кстати антон откликаясь на твой прогноз о том что кубок уедет черновцы мы сразу же объявим о том что на данный момент компания льбы в сотрудничестве с как это с нами и с нами ммм тим продакшн приготовила для всегда да приготовила для всех зрителей сегодняшней трансляции небольшой сюрприз то есть каждый из зрителей может сделать своеобразную ставку на у попытавшись угадать трех победителей обладателей призовых мест то есть первое второе третье место тому кто максимально точно сделает прогноз компания льбейтс предоставляет поощрительный приз набор приманок льбейтс форелевых самых лучших самых правильных поэтому друзья мои все кто хочет побороться за этот приз все кто хочет проявить свою свой дар предвидения все кто считает что он разбирается форелевом спорте разбирается в уровне спортсменов которые сегодня участвуют в эльбей страут кап мы предлагаем делать ставки то есть вы можете в своих комментариях под своим аккаунтом писать буквально следующее то есть первое второе третье место фамилию имя участника и и по завершению турнира мы определим так сказать нашего победителя скажу шамана форелевого шамана 2017 года при условиях если несколько людей сделают одинаковый прогноз победителем будет считаться тот чей прогноз пришел к нам первым поэтому сами думайте решайте насколько вам выгодно делать прогнозы с самого начала турнира или возможно вы прибережете свой шанс на более поздние раунды когда уже расстановка сил будет более менее ясна попытку сразу скажу можно делать всего лишь одну то есть одна заявка принимается наша счетная комиссия и будет так сказать играть роль в распределем получении вот этого вот почетного приза от фирмы эльбэйтс да я надеюсь вы откликнетесь на наш призыв потому что помимо того что вы сможете и сами поучаствовать вот в такой вот своеобразной своеобразном розыгрыше своеобразной викторине но также мы определим рейтинг такой условный рейтинг зрительских симпатий от наших зрителей то есть кто по вашему мнению является самым сильным самым мощным форелят ником 2017 года поэтому не стесняйтесь присылайте нам свои прогнозы а мы будем их обязательно учитывать вот ну а пока что у нас достаточно прохладная с небольшим ветром погода на волковом озере пасмурно но настроение у спортсменов приподнятое то есть я не вижу хмурых лис на все так сказать на драйве все в предвкушении очередного ресталища ну и конечно же еще раз повторюсь сегодня наверное будет очень серьезная заруба потому что даже по ощущениям по действиям спортсмена по уровню осознанности так сказать ощущается такая атмосфера адреналина которая вот нависла сейчас над водоемом ребята готовятся но буквально буквально через несколько минут они перейдут к активным действиям и мы будем конечно же за всем этим с большим вниманием наблюдать да пока есть у нас две минутки подойдем к владу ткаченко и алене комаровой поинтересуем вся у них заводилась им еще ловить форель по минусовой температуре да ну давайте подойдем кстати у нас вот интересная пара намечилась парус слов мы у них успеем до старта них услышать здравствуйте товарищи профессиональные сниматели видео в прямом эфире ну вот вы знаете что у нас всегда к пара в которой есть два скажем так очень жалко ну ладно тогда вот раз искал слава богу скажи вот среди форелятника вот считается с самого первого старта попасть с девушкой в дуэль это хороший признак или плохой то есть это пофартило или не пофартило это приятный признак того что есть положительная эмоция но когда соперник противоположного пола ловит больше рыбы конечно тут уже начинаются спорные моменты вот и перебороть их нужно только наверное спортивной волей ну тебе доводилось попадать в такие ситуации когда он не доводил я вот брал супругу думаю может там вот как-то приобщить и уже нравится вот она мне только помогает ловить больше рыбы что ну как бы вот факт он находиться рядом соленой всегда одни приятные эмоции позитивные аленочка доводилось ли тебе ловить форель при минусовой температуре кстати сегодня очень прозрачная вода вот я смотрю скорее всего да то есть сине зеленые водоросли легли на дно и вот с вашей там профессиональной уже практически точки зрения какие вы изменения бы сделали в цвета приманок термоглин в декабре месяц соответственно то есть где-то по-другому не нужно по цветам приманок стартовые приманки я был здесь позавчера и по цветам и яркой черной контраст есть рыба есть приманки если ты попал в рыбу то она и кушает ну посмотрим поможет нам уже ты не нет сегодня в этом все интрига фореливает может быть все по-другому мы за это любим на форель что каждый раз все по другу да это так поэтому мы здесь поэтому мы наслаждаемся вот сейчас начнем 1 1 заброс вот все будет круто спасибо вам огромное за онлайн это всегда качественно профессионально ну друзья в первую очередь вам спасибо это вы своим мастерством и своей красотой украшаете наши трансляции да спасибо вам друзья да конечно кирилл без верхи передает всем привет кирилл и тебе тоже огромнейший привет и у нас всегда практически на водоеме есть новичок то есть как сегодня да вот сегодня это андрей бабунов из харькова и честно говоря вот мы всегда наблюдаем с удовольствием за новичками потому что ну как бы андрей не новичок в спорте в рыболовном в целом то есть он там прошел достаточно большое количество соревнований то есть там титул и до какие-то закончили закончились титулы закончились но они были как бы да то есть и вот сейчас он приобщается к форели кстати очень много людей сейчас при присоединяются к форелевому спорту и вот сейчас мы имеем возможность узнать какова же причина основная то что вот и сейчас оказался за то что так лама реклама работает ребята съездили многие в первый раз тоже получили массу впечатлений поделились они тебя соблазнили грубо говоря затянули в эту тему кирилл без верхи спрашивает у тебя андрей ты на окуня приехал и на судака и на не моё не дай бог вот и вот дона как бы является наверно одной из таких знаковых приманок который должен иметь любой парлятник даже начинающих как пустая коробочка покажи покажи коробочку она брала есть белая все все три блесны как бы им нестерцов подарил мне пожеванный силикон весь свой но сказал уже рабочий вот так ребята друзья мои начинают настоящие правильные форелятники прижать на форелевые турниры честно говоря вот я как три года назад первый раз участвовал где тоже было три блесны и я занял третье место я думаю что вот андрюха сегодня тоже рванет что называется а все не мешает до старта друзья мои осталось ну а у нас на ваших экранах еще один харьковский спортсмен очень опытный константин костов на в прошлой трансляции вы могли видеть его поединок с юрием дьяченко это было очень динамично это вот кстати сейчас мы сможем проверить гипотезу о том что новичкам везет вот андрей бабунов который никогда не ловил форель никогда вообще не поймал ни одной форели в жизни вот он делает первый заброс на форелевом водоеме константин ты достаточно опытный тебя запугать очень тяжело и мы сейчас увидим работает ли это правило вот он первый заброс этой пары два харьковских спортсмена один скажем так первый заброс делает по пятнистой рыбе и мы смотрим ага ну вываживание у нас уже есть одно вываживание но андре было поклевка была поклевка ну продолжая продолжать да у нас уже есть две рыбы в зоне а до песоцкий дмитрий взял рыбу и если я не ошибаюсь это есть а вот и кстати 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 потихоньку форель расклевываются и влад каченко начинает вываживать берет форель подсак в принципе можно сказать уже что форель в общем-то не впала друзья мои мы видим первая рыба вера смотрите на это улыбающееся лицо да и тут же алена начинает комарова вываживать ну пока что мы видим что форель берет очень уверенно и и на коробке берет рыбу александр александр ремешевский и дальше друзья мои рыба очень 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 сегодня активно причем еще одна у влада я боюсь что мы не успеваем комментировать поимки обсуждать их потому что они буквально следует одна за одной но все это происходит именно середине зоны а края не работают на данный момент не отличие не группала на было с краю рыба есть вален и вторая рыба кстати мне сложно судить но по-моему рыба берет очень хорошо сходов практически не видно то есть агрессивные поклевки еще одну в начале зоны константин белошицкий берет рыбу это очень яркий спортсмен начинающих позапрошлом году за эти два два года он приобрел громаднейший опыт он ездит практически на все знаковые турниры и по большому счету уже не один раз был на них в призах то есть он ворвался на турниры и к сожалению обогренный форель ну следует отметить юлия соколова спрашивает дьяченко юра выступать к сожалению юрий не смог принять участие в турнире по причинам от него независящим он очень дико извинялся перед организаторами своими зрителями болельщиками не смог не смог сожалению ну роман следует отметить по приманкам до чего давайте сейчас мы скорее всего по приманкам чуть-чуть ближе ко второму туру но во всяком случае сейчас вот взяла еще несколько спортсменов рыбу в том числе владимир воротняк саша ремешевский взял еще одну вот но по приманкам кстати вот еще влад каченко уже третью рыбу засекает несколько свечек подряд но очень уверенно вываживает я думаю что ну не видно сходов вот я о чем что хотел отметить что пока ни одного схода я не видел и практически все поклевки заканчивается посадкой рыбы на крючок то есть нет холостых подсечек что говорит о том что рыба достаточно актив по приманкам кстати многие спортсмены начали сразу силикона вот кстати влад тоже ловит на личинку ярко-зеленого цвета вот он сейчас освобождает рыбу от приманки и это не случайно скорее всего до вода вот у сани ремешевского была поклевка пустая потому что вода холодная вода очень прозрачная пасмурно и честно говоря честно говоря все говорит о том что силиконовые приманки будут сегодня в фаворе хотя вот колеблющиеся блесны тоже себя показали вот кстати многие стартовали с блесны дона достаточно ярких цветов и первые форели активные были пойманы но честно говоря вот сильной раздачи на колебалке которая обычно ожидается в первом старте сейчас не наблюдается то есть буквально одна может быть две рыбы были пойманы на активные приманки и вот уже я смотрю вовсю ребята используют всевозможные личинки вас в основном это пупа конечно но вот и приманки отель бейтс несколько раз мелькали там у них есть личинка которая называется эль лярва если я не ошибаюсь которая тоже достаточно популярна у нас вот пока что пока что самая самая так сказать активная силиконовая приманка это личинка сейчас у многих спортсменов венчает снасть роман скажи пожалуйста ты уже сказал зрителям о конкурсе и призы да да я уже друзья с тогда в свою очередь напоминаю что у нас по итогам турнира среди зрителей прямой трансляции разыгрывается приз от компании экстрим экспедишен и фирмы эль бейс это набор приманок силиконовых для ловли форель для этого вам всего лишь необходимо указать призовую тройку тех трех человек которые займут соответственно первое и второе и третье место константин костов берет на колебалку нет а я не вот по моему или сидит пошла да и кстати у нас андрей карман карманков тоже взял рыбу он сражается сейчас с аней пониждой за которым и конечно очень болеем но по моему саня пока пока проигрывает 10 вот берет берет на колебалку константин теперь у них с андреем бабуновым счет равный 1 1 в дуэли влад ткаченко против александра ремешевского по моему ведет влад со счетом 32 дальше у нас пара карманков карманков понежда по моему счет 10 вот ну и далее у нас есть по моему интересный там батл а нет мне казалось что жадан саша сошелся с воротником владимиром но нет они стоят в соседних секторах но и у обоих уже есть рыба и пока у нас есть одна секундочка артем шейко просит передать привет андрею бабунову и пока мы находимся рядом передаем привет андрею бабунову от артема шейко у нас есть вываживание ну друзья здесь с ними там будут небольшие проблемки у нас по одной простой причине потому что спортсмены в этот раз не пронумерованы и а мы к сожалению всех до конца не знаем сказать владу что он хорошо ловит как я его учил ну кирилл наверное мы скажем владу наверное в перерывчике сейчас мы не будем напрягать его такими сложными сентенциями на руслан яремин но он берет вторую вторую рыбу но совсем невозмутимым видом и у нас есть первый прогноз от павла короля ткаченко воротняк миланич есть есть первый день день до принято прогнозы принимаются до начала финальных стартов до напоминаем что папа и вот алена алена отвечает форелью на форель ну это уже третья рыба алена если я не ошибаюсь так что пока что она подтверждает свой статус разрывателя подожди подожди кирилл говори что он первый делал прогноз пропустил я наверно друзья мои мы не можем отследить все прогнозы они потом будут подсчитаны нашей счетной комиссией поверьте если вы сделали прогноз своевременно и правильно то он обязательно будет участвовать в розыгрыше призов от компании эльбейтс а и у нас есть вываживание в самом крайнем секторе кириллу к сожалению дружи не могу найти твою тройку которую ты предсказал мы просмотрим потом как быть на на большом экране все ваши сообщения которые касаются ставок на победителя и призеров турнира и обязательно их учтем есть мы не узнаем никак а может и узнаем да переход переход у спортсменов а кирилл продублировал свой прогноз ткаченко карманков воротняк ну довольно смелый прогноз тем не менее он сделан переход но мы друзья смещаемся по зоне наверняка нам всем включая вас будет интересно посмотреть и за выступлениями других спортсменов андрей карменков и саня понежно но по-моему соли сейчас закатывает стремительно андрею до 20 до до 20 вот да не садится рыба вот эти посмотрите на проводку сани это одна из секретных окуневых техник конечно же но пока кстати у нас выводит саша за задан рыбу ах него подсака еще раз мимо подсака все берет до яркая личинка снова вам это не первая рыба александра думаю что у него все будет хорошо кстати александр наверно сейчас в рейтинге номер один до утал на то есть две недели назад были проведены проведен рейтинговый турнир скажем новоиспеченной форелевой штраут эреа лиги до который называется у т.а.л. украине траут эреа лиг и александр жадан подтвердил свое реноме скажем так об самого опытного самого бывалого форелятника украины и занял там почетное первое место сегодняшние соревнования тоже входят собственно в рейтинг по итогам которого я так понимаю может быть формирована сборная украины по возможным международным ариатурнирам и вот сейчас конечно же ему тоже надо ловить и показывать высокую технику и высокие результаты ну не знаю кирилл хочет передать александру понижне понижне небольшой месседж который выглядит таким образом да кирилл без верхи он говорит передайте сани что он не самый красивый форесехол ну не знаю стоит ли сани знать об этом именно сейчас но он уже узнал и виталий садин спрашивает ромыч почему ты не в херсоне ну потому что здесь тоже нужны талантливые люди потому что мы там где нас любят и ждут ну друзья я напоминаю что конкурс по угадыванию тройки призеров продолжается не стесняйтесь делайте ваши прогнозы это совсем не сложно всего лишь три фамилии со списком участника вы можете ознакомиться на странице мероприятия эль бейтс страут кап 2017 который организовывает фирма extreme expedition а генеральным спонсором этого турнира является компания эль бейтс руководителем которой есть известный форелятник вадим логинов кстати вот друзья уже потихоньку вырисовывается картина поведения рыбы на данный момент то есть что можно сказать что в целом отличительная особенность именно этого турнира денис петров из петров кто смотрел нашу предыдущую трансляцию с нахлостого турнира наверняка помнит его фееричное выступление последних двух сорока пяти минут как тогда он с юрием орловым феерили буквально уже практически по сумеркам это практически единственные два спортсмена которые разобрались ситуации и просто парковали одну рыбу за другой мы можем даже открыть небольшой секрет их него успеха потому что мы наблюдали за действиями дениса за действиями юрия непосредственно и скажем так они ловили не совсем нахлыстом некой смесью нахлыста и спиннинга то есть используя вот очень похожая на то что делает сейчас саня понежда то есть работу и удилищем и шнуром одновременно что явно давала им преимущество перед классическими нахлыстовиками которые работали только за счет подтяжки шнура так что друзья мои не все так просто выдают опыт очень пригодился начинающим практически нахлыстовикам ну добиться хорошего да но если мы кстати уже заговорили о прошедших на прошлой неделе средняя по нахлысту то там кстати спиннингист который в первый раз в них участвовал именно юрий орлов показал невероятный результат выиграв сумма мест 2 то есть он взял две зоны ну а по сумме баллов он опередил его по своего преследователя который занял второе место почти в два раза 40 тысяч баллов на 20000 баллов ну плюс минус там без малого еремин в тихую сейчас опять взял очередную форель александр понежда решил радикально подойти вот как раз мы видели как саня использует приманки от фирмы эльбейс то есть а именно эль лярва нет нет он по-любому я думаю что и цвет и именно праве главное на самом деле кто-то не знает а рыбу ловит влад ткаченко но вот видите такая притягательная сила у приманок эльбейс что они буквально заводят рыбу в двух секторах сразу да ну и мы начали разговор о поведении рыбы сегодня но и в целом мне во всяком случае кажется что сегодня зона а и зона б ловят более-менее одинаково то есть нельзя сказать что сумасшедшая рубка в зоне b происходит а зона а ловит посредственно где-то рыба распределилась сегодня более равномерно примерно 50 на 50 кстати соперник алены комаровой снова вываживает и это может даже означать то что счет в этой двойке станет равным на данный момент мы конечно болеем за алену в сожалению не знаем фамилии и ее оппонента и если наш эксперт панемику посмотрит старт и спортсменов то вполне возможно что сейчас прямо сейчас да это кикать антон из киева самом деле вот антонов а по и досадный схода рушлан еремен тем временем опа не получил да ну кстати я только хотел сказать о том что рыба достаточно сегодня уверенно атаковала приманки кстати руслан еремен опять вываживает что-то подойдем поближе и посмотрим за счет чего же руслан залезала силикон чудо розовый силикон у руслан по моему один из немногих спортсменов которые ловит исключительно на силикон я там видел него в коробочке пару ржавых атом 2 от каких-то колебалок мы даже не уверен были ли на них крючки вот носили разнообразие всяческого силикона у него в коробке опак и мы кстати являемся посадку рыбы на зеленый силикончик от фирмы что же такое ну вот ребята я думаю что ни у кого не остается сомнений в уловистости приманок от фирмы эльбейс потому что александр который буквально 12 минут не мог открыть счет в своей дуэли с андреем карменковым у нас прямо на глазах поставил личинку от фирмы эльбейс элярва она называется насколько я знаю и буквально 2 3 заброс принес принес ему долгожданную поклевку и рыба в зачете то есть он на данный момент буквально в одной рыбе от того чтобы сравнять счет в дуэли а у нас по моему да алена алена комарова до взяла рыбу и вываживает константин константин костов если он эту рыбу сейчас берет а он ее берет то он опережает андрея бабунова ну андрею надо что-то предпринимать я вижу он там вяжутся активно что-то собидума и я кажусь у нас на украине он держит черную приманок и до финиша остается одна минута и вот эта рыба кстати вот константина может стать лишь влад каченко снова радует нас эпическим вываживание ну тем самым в этой дуэли нет и александр ремешевский тоже вылаживает да очень быстро берет рыбу да 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 напоминаем нашим зрителям тем кто в первый раз следить за трансляциями что рыба должна быть правильно принята в подсак не допускается касание рыбой берега что приводит к незачету ну на данный момент опыт этих спортсменов не подлежит никому сомнению конечно же и допустить такую досадную со своей стороны напомню что александр ремешевский является двукратным призером чемпионатов мира по ловле форели по направлению стрим у влада ткаченко пока еще нет таких 3 звание но какие еще хотел счетов и петри влад долго ждали с олегом чтобы сказать хоккейный счет 5 3 и давать на приманку покажем посмотрим откроем небольшую тайну на что же влад ловил то какая-то интересная штука и на что это стоит там это по альтеру ну какая-то это какая-то непонятная мутанта мутам один самодельная танка влад кириллу просит передать тебе что ты ловишь очень хорошо так и руха у тебя привет спасибо что ты болеешь за нас ты смотришь на да ну и у нас есть еще один прогноз от андрея филиппа это петров воротняк ткаченко влад за тебя болит очень много зрителей уже несколько человек тебе прогнозируют победу в этом турнире ну как минимум призы а мы подойдем к алене и кокачев вполне возможно друзья мои поделитесь вашими результатами пожалуйста алёна аленочка за счет чего а какая приманка белая белая пупа белая пупа виталик сажнев тебе большой привет алена и сажнева это залог успехов мир спасут франции спасут франции а вот и руслан у нас рядышком руслан в двух словах каким счетом закончился твой поединок и за счет чего прямой 4 0 0 ну силикон конечно ну то за россии приютельки силикон клюя на вещи 6 экспериментар вот и как знаешь на шок веры поправлю совершенно верно спасибо руслан ну это действительно один из самых важных на самом деле принципов спортивной ловли если что-то работает не нужно ничего придумывать не нужно ничего придумывать ну и 40 конечно это выдающийся результат то есть однозначно спортсмен разобрался с рыбой в отличие от его оппонента никаких сомнений быть никакого везения это просто мастерство мы это так называем да да самое обычное простое мастерство просто вы 15 лет ловите на форелевых водоемах выступаете пять лет самых разных соревнованиях по рыбной ловли а просто выходите и выигрываете со счетом 40 и это все очень легко но руслан деревян если помните дорогие друзья занимал призовое место на одном из парелевых турниров открытие вовково озеро вот александр да один из ведущих парилят ников украины скажет на свои любители не один из ведущих а ведущий у меня только что выдался очень такой сложный тур я с этим спортсменом выступал на прошлых соревнованиях он сфотографировал все мои приманки и сегодня все что висит у меня было то же самое у него получилось заруба 4 3 шли рыба в рыба практически у него были сходы у меня 4 3 мне удалось выиграть но этот впервые когда спортсмен кришат навалял тоже то чем же самым лишь такой же техникой ловли вот так ребята вот смотрите проходит турнир спортсмена делает выводы покупает такие же приманки смотрит наверно онлайн который вы делаете видят проводку повторяется в точности и уже и уже борьба становится реально не налегке а такой конкретно напряженный то есть ты фактически сражался сам с собой самый страшный сон если уже пошла такари что по хотя бы покажи нам какие приманки что же он говорит не буду приманки вот такие они были длиннее под наши форель я откусил половину потому что она не может заглотить она эти как с трудом заглатывать вот собственно вот такие у меня сегодня приманочки вот начал я начал сразу силикона почему это сделано рыбы в водоеме очень много за последние две недели когда был турнир рыбы выбрали очень мало всего 80 килограмм поэтому администрация водоема ничего не зарубила потому что тут переизбыток форели но естественно она уже такая тренированная подколотая вот ловите сейчас на калиблок как бы она уже на нее натренирована поэтому я сразу нашел силикон и собственно ловлю свою тренированную пассивную форель приученную спасибо сайта всего будем за тебя болеть ну кстати саша два слова буквально перед тем как мы уйдем у нас же есть прогнозы конкурс прогнозов да и тебя прочат все-таки в призы так что постарайся не расстроить своих болельщиков пока первая победа но это еще ни о чем не говорит 6 7 туров и у меня очень сложные соперники у меня и владимир воротняк и максим нестерцов и саша кулик который все время восьмерки попадает у меня еще наша этот золотая рука из ивана франкиевска я люблю руслан с самодельными приманками у меня еще будет все нелегко все нелегко и просто почетнее будет попасть восьмерку и в итоге в призы спасибо александр пойдем дальше геннадий бача просит передать большой привет евгению стифагло ну на турнирах на самом деле иногда нужно уделять время не только спортсменам но и судям тем более пока стире в тебе передает привет геннадий бача жени привет я на а у нас сейчас и пойдем дальше и все таки успеем агинсоваться как же закончились дуэли вот примеру у юрия головиного юрий да сегодня пошла игра или нет я бы наблюдали нет не пошла нет но мы видели ты парковал рыбу я парковал но я ее зацепил я чат оборванная была блин с таким пучком шнура что было проще шнур попасть чем парить это не есть проблема но я думаю спасибо спасибо юрий ну а у нас тем временем началась перекличка городов у нас полтаве привет передают и харькову и косову так мой прогноз еремин порвет жадана ну антон к сожалению на этот прогноз за такой прогноз приманки эльбейс не может принять его как некий вызов своеобразный но выиграть набор великолепных приманок а с фирмы эльбейс он к сожалению антон не сможет до выиграть набор приманок эльбейс можно только правильно указав тройку призера роман николаевич а у нас друзья еще вот кто у нас есть роман николаевич тайсон тайсон я так понимаю что у нас что у нас есть еще один новичок сегодня на водоеме но мы думаем что их может быть даже не два больше просто мы кого я пропустил новичков на реля до 1 1 как сказать так не распочинены сейчас мы узнаем распочинился ли роман николаевич да давай узнаем роман удалось ли тебе в первом бою поймать свою первую рыбу сожалению нет я так понимаю что мне еще долго не удастся поймать ребята ловят все вокруг но у меня пока не получается у меня правда стоит он маленький совсем ассортимент но мы видим что тянет силиконовых приманок честно говоря у меня соперник пожалуйста все у меня есть уже большим набором они дали тебе что это только силиконовые мне товарищ подарил не подарила на полтора все в порядке тогда у тебя все есть хорошего выступления надо на 3 что делает влад и делай так же просто копирует тебя сейчас уникальная возможность потренироваться у влада конечно меня уже подкупил человек пределом а заодно и спросим у виктора авдалова раз он подошел как ты свой поединок закончил у меня один обрывы рыба так вообще проиграл 2121 для валерия жаль ну ладно подождем понаблюдаем это игра спасибо так что друзья мои у нас вот кстати в поле видимости норм отсюда сейчас начнем трансляцию 3 интересных нас для соц они тут рыбу выиграл да да у нас миланич павел победитель турнира норрис траут капка он выиграл кстати у японца до трудно передаваемым именем и гараж и за и гараж и сан на и взрыв его так и он сейчас сражается с петровым денисом тоже очень колоритной фигурой в форелевом рыболовном спорте он выступает и в спиннинге в нахлости и конечно у него очень богатый опыт вот еще одна двойка в красной куртке стоит корменков андрей который выиграл только что свою первую дуэль у понежды александра и с ним в пару попал наш великан извиниться к именно константин привар который между прочим между прочим является первым чемпионом вовково озеро то есть на первом турнире который проходил на этом водоеме более месяца назад наверное костя взял главный приз ну и конечно же вот непосредственно перед нами влад ткаченко сейчас должен потренировать ну влад и юрий дьяченко который присоединился к нашим зрителям который к сожалению не смог участвовать передает тебе большой привет гараж да вот прихожай роман сейчас и влад ткаченко то есть новичок форелевого спорта и скажем так уже зубр который только что который только что выиграл дуэль у сани ремешевского а это очень скажем так немало но это что-то значит во всяком случае не будем придумывать какие-то громкие эпитеты типа там супер мега и так далее и так далее просто скажем что это что-то форелевом спорте да значит владислав гончарук спрашивает как там винница играет ну опять и ремен берет очередную рыбу но он уверенно выступает сейчас вот сейчас конкретно в данный момент владислав винница винница проигрывает 1-0 во втором батле андрея карменкова андрей карменков берет рыбу причем рыба заглотила очень глубоко не видно пол да не видно приманки пасти рыбы которую за только что андрея думаю что она очень глубоко заглотила возможно что придется к сожалению рыбу изъять из водоема сейчас увидим а тем временем константин привор пользуется паузой в ловле андрея меняет приманку ему нужно и уже догонять ну а мы пользуясь паузой передадим привет виктору абдалову от александра строны а есть у нас уваживаем есть вываживание уваживание это миланич павел это чемпион турнира норрис 2017 причем если кто не видел свое первое место он взял с помощью огромнейшие форели там почти до двух килограмм наверно это рыбы на было вываживание было эпичным красивым а у нас пока и берет рыбу кто 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 а не видно кто зато юрий головинов засекает свою рыбу да вот наконец-то ай-яй-яй-яй-яй как все сложно рыба несколько раз да делает да кстати активизировалась рыба берет юрий головина александр жадан александр жадан берет рыбу я видел подсечку поклевку у руслана еремина и на дальнем фоне еще кто-то берет рыбу ну вениамин игорь это был вениамин просит что мы подошли ближе к роутеру ухудшилось качество но мы конечно можем перейти к роутеру но нам бы хотелось пройтись по всей зоне так что мы сейчас пройдемся а потом вполне возможно что мы все-таки вернемся ближе к роутеру так ну пойдемте дальше у нас там есть дальше очень интересной двойки и вот сейчас перед вами кирилл погостинский владимир воротняк и максим киричен кирилла погостинского наверняка все уже хорошо знают по его ярким выступлением на форелевых турнирах потому что он практически на всех заходит восьмого да он на двух последних турнирах во всяком случае он был и в восьмерке и в призах если не ошибаюсь то есть я вот сейчас пытаюсь вспомнить был ли кто-то еще кто хотя бы в восьмерку два раза зашел осенью этого сезона конкретно на вовковом озере но по-моему таких спортсменов практически больше я не могу припомнить да вот кириллу удалось во всяком случае два раза попасть восьмерку и два раза попасть в призы но это уже о многом говорит кирилл на данный момент является сборником украины по ловле форели то есть где-то в мае или в июне 2018 года он будет отстаивать честь нашей страны в осне и герцоговине да на каком-то на может кирилл или как речка называется в босинь до на речке жили железница железная дорога уже усталых как-то на речке железная дорога кстати никогда не проводились форелевые турниры в этой стране и я думаю что для нашей сборной это будет очень хороший шанс для того чтобы попытаться наконец-то подняться на самую верхнюю ступень педестала у нас уже есть третье и второе место то есть серебро и бронза на за последние два года но в прошлом году серебро в этом году серебро было выиграна в италии сумасшедшие до гонки первое место заняли конечно итальянцы которые после первого тура четыре человека принесли в копилку своей страны четыре очка то есть выиграть у таких зверей на их воде я прерву тебя Олег Юрий Головинов берет еще одну рыбу то есть он как и предполагал что все-таки разловится и у него все все будет хорошо и вот сейчас мы видим что действительно у него более-менее все налаживается это к тому что на Юрий Головинов занял второе место на открытии вовкового озера проиграв только вот Константину Превору который как раз меняет удочку на наших экранах а в последующих турнирах ловля у него не шла то есть он досадные были у него сходы обрывы отсутствие поклевок проигрыши непонятные но вот вроде сегодня проиграв первый баттл он разлавливается во втором уже две рыбы а у нас у нас у нас у нас а у нас я напоминаю нашим зрителям что можно выиграть набор приманок эльбейтс сделав небольшой прогноз и попытаться указать на тройку призеров не стесняйтесь господа делайте ваши прогнозы это не так сложно и не так страшно да ну и кстати всем болельщикам из черновцов мы сейчас подкинем углей в пламя потому что лупуляк Валерий только что взял рыбу и по-моему ведет в баттле с кем точно не знаю но это наверное Миланич Павел засекает рыбу сейчас он проводит свою дуэль с Денисом Петровым так 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 ну про Павла мы буквально недавно минут пять назад рассказывали что он выиграл норрис кап 2017 роскошной красивой форелью ай-яй-яй есть есть это вторая рыба говорит Павел Денису и Денис соглашается с ним но он заметил что очень интересная приманка у него сейчас стоит очень мелкая это бун норрис кирпич как его называют бун вот и Олег Севастьянов сделал свой прогноз Еремин Жадан Превор принято принято очень небольшая приманка розового цвета полностью от фирмы норрис и вот человек который выиграл норрис траут кап сейчас не снимает ее уже хотя идет второй второй старт посмотрите на проводку то есть очень интересная такая мягкая мягкими потяжками и остановками вот не переходит на силикон и ему удается сейчас ввести в баттле достаточно опытным и серьезным Денисом Петровым который я смотрю мечется в ящике что-то пытается подобрать я думаю что он будет использовать все виды разрешенного форелевого оружия для того чтобы переиграть вот эту вот колебалочку от норрис но пока переход и мы тоже перейдем ну а мы перешли вместе с зоной и на ваших экранах замыкает зону Дмитрий Ильинский который по совместительству является и организатором этого турнира трансляции надо уходить слетает трансляция потихонечку да друзья мои к сожалению мы не можем здесь надолго задерживаться хотя конечно же нам Диму хотелось Ильинского вам показать и остальных ребят которые вот ловят сейчас в дальнем углу зоны А но к сожалению здесь очень слабый сигнал поэтому мы скорее всего выдвинемся оп а вот у нас есть вываживание ой 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 да рыба клюнула буквально под ногами причем это очень маленькая очень худая форель и вот даже у ребят сложилось мнение что эта рыба уже поймана сегодня второй раз Роман ну Владислав Гончарук интересуется как с активностью рыбы как бы ты охарактеризовал активность рыбы сегодня ну скажем так дело в том что вот как нам рассказал Саня Жадан рыба не запускалась предварительно то есть рыбы много в водоеме то есть ее переизбыток и организаторы решили не дозапускать рыбу поэтому конечно же вот этого сумасшедшего выхода когда буквально начинается рубка на колебалках не наблюдалось плюс скорее всего из-за того что не было запуска рыбы а запуск рыбы у нас обычно происходит из дальнего вот сейчас от нас правого угла то есть вот именно оттуда поэтому именно зона Б славится более активным клевом со старта но вот сегодня из-за того что рыба не запускалась видимо и зона А и зона Б ловят примерно на мой взгляд одинаково ну и активность вполне достаточная активность вполне достаточная то есть нету сумасшедшего клева то есть нету такой мега активной рыбы безбашенной которая садится там ну и на все подряд ну и нет отсутствия клева но вот как раз очень спортивная мне кажется тема сейчас идет то есть ловит ловит именно мастерство и правильный подход то есть нету такого захода Владимир Череднюк уваживает рыбу то есть нету захода там какой-то стаи рыбы которая клюет на все да и мы наблюдаем более-менее вот такую размеренную спокойную вдумчивую ловлю то есть смену приманок смену проводок то есть не нужно торопиться не нужно там галопом набивать хвосты вот ну на мой взгляд это интересно да соглашусь с тобой Роман а тем временем наши зрители продолжают делать свои прогнозы и фамилия Жадан Ткаченко встречаются все чаще и чаще ну друзья мои я вам напомню что кроме этих персонажей есть еще рыболовы Владимир меняет приманку как раз ну а пока Владимир меняет приманку я покажу вам друзья что здесь есть открытая вода а на соседнем водоеме уже вода очень твердая организаторы и владельцы водоема сделали практически все для того чтобы ловля сегодня была комфортной и динамичной напомню что это водоем Вовково озеро ширина его 65 метров длина 105 метров и глубина 105 метров Роман я уточнил этот момент да не надо меня поправлять и собственно говоря глубина колеблется в районе четырех с половиной метров плюс-минус ну двигаемся начало я вижу небольшой опять же активизация ну в принципе то есть форелька вы ведет себя по большому счету как обычно то есть на уровне там отсутствия поклевок вдруг вспыхивает небольшой очаги активности то есть тот кто попал в этот очаг и делал что-то осознанно и правильно как правило не остается без поклевок вот и Руслан Еремин только что снова взял рыбу и взял рыбу не видно совсем никто да не видно кто это взял рыбу а Виктор Абдалла видно да то есть он взял рыбу и по-моему ведет да сейчас с Константином он Костовым сейчас сражается то есть Константин выиграл свою первую дуэль но вот во второй дуэли ему придется постараться чтобы увеличить количество набранных баллов ну Константин он адепт ловли на железные блесны он очень умело обращается с колеблющимися блеснами Виктора же в данный момент ловит на силикон ну а как мы все знаем что силикон при пассивной рыбе имеет все-таки преимущество еще одна поклевка у Яремина Руслана буквально под ногами ну кстати вот многие спортсмены на данный момент перешли на подножную ловлю то есть видимо да и кстати вот начались пустые поклевки уже уже рыба подзакатанная уже берет на коротке и уже много очень аккуратных неверных поклевок а вываживает Александр Жадан кстати сейчас минуточку ты уверен? ну да конечно да действительно сложно спутать это с чем-то да Саня берет рыбу ну Роман Шатурков подсказывает нам что Виктор Абдаллов очень силен в железе да возможно я знаю но сейчас он ловит на силикон и это приносит свои плоды я думаю из-за того что рыба все-таки не была запущена сегодня спортсменам придется ну максимальное количество техник демонстрировать для того чтобы все-таки заставлять рыбу вот кстати Андрей Карменков взял еще одну форель и по-моему он увеличил отрыв от Константина Превора то есть если мы что-то не пропустили то в ихней двойке счет пока 2-0 нет 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 я думаю там уже 3-1 потому что пока мы были в конце зоны да я видел они взяли по одной реме ну в любом случае Андрей ведет на мой взгляд и Косте надо что-то предпринимать Юрий Головинов достает черную приманку пупа из пакета и сейчас он будет менять белую танту на черную пупу кто у нас вываживает ну кстати вот да можно наблюдать ага вот кстати погостинский Кирилл благодаря его немалому росту да Кирилл у нас по-моему занимается волейболом или баскетболом волейболом профессионально вот Кормянков вываживает рыбу кстати Кормянков подобрал ключик рыбе вот сейчас Андрей Кормянков и мы только что наблюдали как он взял форели я так понимаю что это следующий заброс и снова рыба ну вот он ставит своеобразную такую трудно решаемую задачу перед Константино Превором потому что у них разрыв уже в 3 рыбы наверное опа при этом вот что интересно что у Андрея все рыбы берут очень глубоко он почти после каждой рыбы подзывает судьи для того чтобы он осмотрел рыбу на предмет того что приманка находится глубоко во рту у нее то есть это явно говорит о том что его приманка рыбе очень нравится я думаю мы обязательно подойдем да Олег и посмотрим на что же Андрей ловит но вот в частности мне очень интересно потому что вот надо обыгрывать кость у Превора вот с таким достаточно сильным счетом ну надо что-то понять Ткаченко прихожане подскажите ли ему счет ну думаю там счет несложно предсказать ну сейчас узнаем я не видел рыбу Влада потом да вот опять Андрей отдает рыбу судье она глубоко заглотила приманку а у нас взял рыбу спортсмен в желтой курточке назовем эту ситуацию к сожалению мы уже очень многих знаем ребят по фамилиям и именам но вот не всех не всех Влад а какой счет вашей двойки у нас зрители интересуются 0-0 здесь пока боевая ничья да да Роман на равных сражается с Владом объявили как это непонятная заминка а мы кстати в желтой куртке это песоцкий Дмитрий между прочим вот так вот да а мы почему-то его не угадали что там ни с первого ни со второго раза все финиш объявили судьи мы подходим к Андрею Карменкову боевая ничья в двойке Ткаченко прихожай но ты выдержал этот раунд с Тайсоном молча причем молча ни разу не можешь он боялся поймать рыбу просто поэтому молодец и мы конечно же Константин как тебя так вот что случилось 3-1 как мы и предполагали мы правильно все Андрей выдающееся выступление только начало то ты да победил самого высокого наверно да ну ты тоже не сильно маленький не даже не выступай вот приманку показывай нам давай колись вспоминайте то что было месяц назад то же самое работает ничего хитрого белая личинка белая пупа не этот ёшик да ёшика ну вот ребята никаких она висит нет не висит потому что надо ее перевязать все не будем мешать надо было Андрею вырывать ёшик 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 ну друзья мы двигаемся потихоньку в начало зоны потому что мы планируем перейти на другую сторону да мы говорим пупа подразумеваем ёшик да мы говорим ёшик ну мы практически не говорим ёшик ну мы практически не говорим ёшик в основном мы всегда говорим пупа вот кстати Руслан Ерёмин очень уверенно сейчас идёт у него две победы вот вот и те кто ставил на Руслана Ерёмина могут как это с замиранием сердца могут тащить крючки для новых приманок которые предоставляет фирма Эльбейтс А мы тем временем нагоняем Александра Панежда который решил просто покинуть наш турнир видимо не очень я в машину он в машину я в машину на камплице там на щука дальше можно не выступать что такое это ужас я не знаю 5-1 5-1 во втором баттле? Тима над Тимурами потренировал назовём это так у тебя уже? ты понял что он делал? как он нападение будет нападение? нападение у него здоровая такая ядовитая зелёная хрень с объёмом берёт? ну и проводкой проводкой объёмом ну я типа пытаюсь такую проводку не стирать но у меня вот в начале тура есть поклёвки но она не садится что в первом старте что сейчас во втором тут она прям уже забирает она ну я крючок что её там нет хрен его не знаю продолжай разбираться спасибо Александру да не вообще капец какой ага интересно а мы что интересного понаблюдали мы все мы видели роскошный баттл между Тайсоном и Владом Ткаченко там Рубилово было такое закончилось 0-0 ххххххх ну это да нет ну БК Корменков Андрей сейчас вообще не хорошо пус и Капревора потренировал 3-1 не меня треть а нет а не у меня два один ага ну практически на равно Да, то есть у нас уже есть два, во всяком случае, человека, которые имеют 6 баллов. Это Корменков Андрей мы знаем, и это Яремин Руслан тоже 6. И у нас есть человек, который имеет пока... Мы не будем говорить количество, не будем раскрывать секрет. Ну, здесь получается формат турнира такой, что спортсмены перемещаются по всему водоему. Не зонально, как на предыдущих турнирах, а по всему водоему. И сейчас у нас в первом секторе стоит Алена Иванчук. Я думаю, что, в принципе, первые 5-10 минут можем провести в начале этой зоны и сместиться туда. Пару минут мы точно здесь проведем и посмотрим, сможет ли эта маленькая симпатичная девочка одолеть Форель и своего оппонента. Никто не хочет, кстати, с ней почему-то остановиться пока. Бояться. Бояться. Бояться, значит, уважают. Вот. У нас Форель вам в спорте так. Ну, а пока что, конечно же, я так понимаю, что выделились спортсмены, которые разобрались с ловлей. То есть, во всяком случае, я так понимаю, что Андрей Карменков и Яремин Руслан. То есть, они поняли, что Форели сегодня нужно и уверенно выиграли уже два батла. То есть, с хорошим перевесом. И есть, конечно, ребята, которые еще не разобрались, что к чему, то есть, даже учитывая то, что они форелятники уже со стажем, непонятно, непонятно, что же рыбе нужно сегодня. Ну, вот честно говоря, у меня ассоциативный ряд такой, связанный с холодной водой прозрачной осенью, приближением зимы. И это ловля в вертикальной, сильно выраженной вертикальной составляющей в проводке. Вот. И так по наблюдениям, я так понимаю, что как раз те, кто сейчас несколько отошли от равномерных, прямолинейных проводок, а больше работают в вертикали, те и достигают результата. Ну, во всяком случае, вот по отзывам Саши Понежды, его противники, которые буквально разорвали его, ловили с нападений, то есть, с ярко выраженной, повторюсь, вертикальной составляющей проводки. Ну, и мы сейчас попробуем, попробуем понаблюдать за спортсменами, которые явно разобрались и увидеть, в чем же, собственно, на данный момент состоит фишка. Кстати, я, наверное, немножко ошибся, мне кажется, что у нас уже есть три спортсмена, во всяком случае, которых мы знаем, у которых есть две победы, по-моему, и Александр Жадан тоже выиграл свой второй батл. Да, то есть, вот у нас тут какое-то объявление от судей непонятное, то есть, надо сдать карточки за первые два тура. Зачем это делается, я на самом деле не очень понимаю, но вот сейчас происходит повальное собирание карточек. Да, кстати, вот соленый, соленый Иванчук у нас будет сейчас рубиться. А, Баранчиков Олег? Да, Баранчиков Олег, это Киевская, по-моему, областная федерация рыболовного спорта. Не? Олег, ты из какой федерации? Житомир? А, пардон, из Житомира. Вот. И мы, конечно же, ну, на самом деле, Алене достался достаточно сложный старт. Дело в том, что вот это, скажем так, мертвая зона, то есть крайние сектора, крайние... Нет, Алена, а это ты живая. А зона мертвая. Да, то есть крайние сектора считаются не очень благоприятными, то есть спортсмены не очень любят попадать именно вот в эти углы, скорее всего, здесь... Да, ну, здесь возможно, но по моей версии здесь концентрируется наиболее пассивная, ослабленная, возможно, уже пойманная рыба, и поймать ее достаточно сложно. Такие своеобразные отстойники, такие как для видавших виды форелей. То есть тут уже определились, да, кто супер Николёный? Да, 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 Олег Баранчиков, да, мы даже определились, с какой он федерацией рыболовного спорта, даже представляет Житомир. Вот. Мне почему-то казалось, что раньше он за Киевскую областную федерацию выступал. Он уже давно выступает за Житомир. А, ну, да, скорее всего, перебрался. Он делает свой прогноз Карменков, Еремин, Воротняк. Ну, напомни, пожалуйста, Роман нашим зрителям, что можно выиграть. Да, да, друзья мои, я так понимаю, что к нашей трансляции будут присоединяться новые и новые зрители, поэтому мы будем периодически напоминать о том, что сегодня, помимо того, что вы можете наблюдать за выступлением лучших форелятников Украины, и не только, у нас, по-моему, есть гости из Белоруссии, да, Высоцкий. Да, Вы можете также поучаствовать в интерактивном голосовании, определить тройку призеров турнира Эльбейс Страут Кап и стать обладателем великолепного поощрительного приза от компании Эльбейс и фирмы Экстрим Экспедишн. То есть для этого вам нужно сбросить своеобразный прогноз к нам в комментариях, указав, кто, по вашему мнению, займет первое, второе, третье место. Указывайте спортсменов с фамилиями, пожалуйста, по возможности. Если вы не знаете имя и фамилию, вы можете посмотреть соответствующие ветки Фейсбука, список участников. Шиштов Степанов передает привет из Польши, то есть к нашей перекличке присоединилась Польша. Приятно, спасибо, друзья, очень приятно, что нас смотрят не только украинские зрители, но и зрители из Польши. Да, и возвращаясь к нашему конкурсу, ставки можно делать на протяжении всех восьми отборочных туров. То есть финалом ставок считается окончание восьмого тура. Но предупреждаю сразу для тех, кто хочет побороться за приз от компании Эльбейс, чем раньше вы сделаете правильную ставку, тем больше у вас возможностей стать победителем нашего голосования. А вот сейчас у нас в центре зоны произошло две поимки практически одновременно. Да, по-моему, это Павел Миланич. Юрий Головин вываживает рыбу. Да, Юрий Головин вываживает рыбу. Ну вот мы, как и предполагали, что он чуть-чуть разобрался. А хорошая форель, кстати, крупная и активно очень борется. И Превор Константин тоже берет рыбу. То есть он проиграл предыдущий баттл Карменкову Андрею. Но вот сейчас он сражается, не видно с кем отсюда, но рыбу он уже взял. И, по-моему, была рыба у Ремешевского, да, если я не ошибаюсь, Александра. Ну, в целом, в целом ситуация, конечно, я так считаю просто количество подсаков, в которых бьется рыба. Вот сейчас с правой стороны, конечно, я начитал 4 подсака, а с левой стороны ни одного. То есть все-таки, скорее всего, зона Б работает немножко активнее, чем зона А. И я думаю, что динамика ухудшения клева по мере закатывания рыбы будет более выражена все-таки в зоне А. Ну, Алексей у нас спрашивает, кто побеждает. Ну, объективной информации мы, наверное, дать не можем. Мы можем дать информацию только ту, которой мы владеем. А на этой стороне у нас в лидерах был Карменков Андрей и Руслан Еремин. А, и Александр Жадан. Александр Жадан, да, я поправился тоже. Все, кто болеет за Александра Жадана, у него все хорошо. Да, 4-0 он одолел своего соперника во втором баттле. И, кстати, Абдалов Виктор сейчас вываживает. Виктор Абдалов, если я правильно понимаю, сейчас борется с Николаем Мокритычаном. Ага. Правильно? Это Николай? А, нет. Я не могу без гибки узнать. Это, наверное, Мохнатка Александр. Николай Мокритычан, по-моему, стоит на той стороне. Да, мы не видели его. А Абдалова Виктора крупная форель, по-моему. Или очень активная. Да, да, хорошая рыба. О, да. Но он берет ее достаточно уверенно. И вот у нас вываживает... Нет, не вываживает. Сход у Тимура Тиманова. Да, Тимур Тиманов присел на одно колено. Но это не помогло ему взять рыбу. А берет у нас рыбу на дальнем фоне. Песоцкий. Да, Песоцкий Дмитрий, да? Посмотри, пожалуйста, вы эксперты по нему. Пока что просто Песоцкий. Сейчас мы найдем, узнаем обязательно, как его зовут. Но главное, что рыбу он берет. И, кстати, берет их в достаточно сложной части зоны А. Потому что, насколько нам видно на протяжении уже третьего тура, вот дальний край достаточно слабо. Да, Дмитрий. Дмитрий Песоцкий, все правильно. Я не ошибся. Ты видишь. Да, края, края глухо стоят. Ну, скорее, возможно, как раз это связано с похолоданием воды. Что все-таки где-то ближе к середине водоема температура чуть-чуть выше. Ну, мне так во всяком случае кажется. И поэтому форель больше концентрируется на середине водоема, где вода остывает медленнее, чем с краю. Ага, ну, опровергая мои слова немного, да? Алена засекает рыбу в самом-самом неблагоприятном секторе. Не дает она рыбе коснуться берега и удачно заводит ее в подсак. Да, сейчас она освободит рыбу от приманки или приманку от рыбы. И если не произойдет никакого досадного недоразумения, рыба будет зачтена. Очень надо быть аккуратным. Мне кажется, что рыба как-то сильно или в кость попала, или еще как-то, что не может, Алена. Нет, все-таки все в порядке. Да, и Баранчиков Олег чуть-чуть погрустнел, на мой взгляд. У него стало более такое сосредоточенное выражение лица. То есть ему нужно... Ну, Лес на самом деле редко проявляет свои эмоции. А у нас... Да, Данил Лясов. Вот он как раз проводит свой поединок с Виктором Абдаловым. И, судя по всему, счет сейчас в их двойке 1-1. Данил Лясов попадал у нас в одну восьмую финала на Кубке Вовкова озера. То есть он тогда очень удачно выступал, но, к сожалению, вылетел из одной восьмой. А вот сейчас, мне кажется, по его, собственно, уверенным достаточно действиям он неплохо идет. А у нас вываживает Тимонов Тимур. Вот он становится на колено традиционно. Кстати, Тимонов Тимур Ту... Ага, и у нас, простите, еще одно вываживание. Это соперник Юрия Головинова. Такая интересная манера вываживания. То есть он чуть-чуть качает спиннингом фрикцион. Ага, все-таки решил затянуть фрикцион. Потому что, по-моему, рыба не двигалась с места. Да, это дудник Виктор из непонятно из какого города. Что-то долго-долго. Порожим, что из Киева, потому что он приехал снова со своей женой. Он уже выступал на Кубке Открытия Вовкового озера. И жена за него болела. Сейчас жена его находится в шатре. Потому что довольно свежо на улице. И она, скорее всего, не хочет приносить себе какие-то неудобства. Кстати, долго, очень долго вываживает Виктор. Уже почти, наверное, минута прошла. Но не торопится спортсмен. Понятно, что поспешишь, как говорится. Ну, при такой активности клево, в принципе, снова просто кайфует. У меня такое ощущение, что результат особо не волнует. Он просто, да, крупная рыбка такая, упитаненькая. А, Юрий Головинов засекает. Я думаю, что он очень быстро сейчас ее затулит, как это говорится, на заргоне. Да. Ну, вот, кстати, смотрите, разница в поклевках примерно в минуту. А фактически, кто первый отпустит рыбу в воду и начнет ловить снова, еще непонятно. Мне кажется, что Юрий все-таки будет первым. Да, вот он освобождает приманку. И мы смотрим, кто же отпускает рыбу. Да, вот, кстати, вот такие нюансы зачастую решают очень много, да. Потому что Юрий сейчас уже сделает заброс, и у него появится шанс достать очередную форель. А вот его визави, да, Виктор только-только разобрался с подсаком, только взял удочку. Ну, и фактически, по времени он в два раза где-то проиграл. Ага, в это время рыба садится. Олега, нет, там есть зацепка. Нет, это рыба. Ну, судак. Судак. Или толстолобик. Нет, это роскошная карьера. Непонятно, каким образом она здесь появилась. Ну, я думаю, что это... О, я думаю, что ни одну приманку он сейчас достанет с этого роскошного куста. Ну, да. Каким-то... Да, там дамы тянутся, тянутся шнуры, лески за этой... Непонятно, ну, это какие-то... Ух ты, ну, колебалочку какую-то. Да, что-то есть, 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 есть. Я думаю, что такие-то недоброжелатели. Завистники Вовкома озера, да. Которые попали на 5-й зизериф. Накидали веток. Ну, кстати, в свое время мы знаем, что даже спортсмены некоторые не гнушались топить разные... Притапливать. Притапливать. Такие соби веточки. Кстати, передаем... Нет, не передаем им привет. Не надо. Не будем говорить. Не будем называть имена. Для того, чтобы подивитися, на какие приманки ловлять конкуренты. Да, да. Да, было. Это старая и давняя история. Возможно, мы ее расскажем. Когда-нибудь. Да. Когда будем писать с Олегом мемуары, посвященные рыболовному спорту, его становлению и развитию. Ну, Роман, пойдем. Да, а мы тем временем передвигаемся. Все, что нужно, мы уже увидели. А в первом секторе второй зоны нас встречает Александр Жадан. И вот соперник Александра Жадана прямо у нас на камеру завел засечку. И есть, есть рыба в подстальчике. Да, в драматичный такой момент для Александра Жадана мы подошли. То есть его конкурент взял форель на какого-то зеленого силиконового червячка. Александр Жадан посмотрел, оценил, на что была взята рыба. То есть это, да, это Таран Евгений. Не понятно. Из Киева. Таран Евгений на данный момент доставляет неприятность Александру Жадану. Ну, какая-то очень тоненькая приманочка, зелененькая, небольшая. А из Саня Жадан, как бы, алаверды, как это говорится, начинает вываживание, берет рыбу. Кстати, тоже приманка ярко-зеленого цвета, шартрес. Ну, сегодня, да, да, некое подобие нимфы, если я не ошибаюсь. Ну, а, в принципе, у нас по всей зоне рыбка полавливается. Вот, вываживает рыбу. Не знаю, кто это, кто это. Да, мы сейчас пойти рисуемся у специалиста по неймингу. Кто это такой красивый в зеленом... Зеленой, ярко-зеленой куртке, ярко-зеленой шапочке. Кто это есть? Имя, сестра. Ну, пока что мы, да, не можем установить фамилию, имя спортсмена в зеленом. Но я думаю, что эта несправедливость будет со временем устранена. А пока что понаблюдаем за... Петрановский подсказывает нам Роман Шатруков. Спасибо, Роман. И Александр Ржадан зовет засечку и, к сожалению, мимо. Да, была поклевка снова у Александра. Он так отреагировал своеобразным жестом из фильма «Киндзадза». На отсутствие рыбы на крючке так присел слегка. Но мы надеемся, что эта рыба не заставит просесть его позицию в турнирной таблице. Давай, да, будем надеяться. Будем надеяться. Ну, на самом деле, конечно, мы за Саню сильно всегда болеем, потому что, ну вот, столько, сколько он сил, как бы энергии отдает параллельному спорту, наверное, мало кого можно еще вспомнить, чтобы настолько человек вот болел за этот спорт. Кстати, вот он является одним из вдохновителей создания самого Вовкого озера и консультантом по его конструкции, устройству. Поэтому во многом благодаря Александру мы сейчас можем наблюдать за такими вот интереснейшими турнирами. Ну, и, конечно же, мы болеем за него. Ну, конечно же, мы болеем еще за Николаем Куркачановым, которым мы потихонечку сейчас приближаемся. Приближаемся. Ну, пойдемте пока, суд до дела. Вот Игорь Кузьмин промазал. Да, была у него поклевочка. Буквально неделю назад, может, чуть больше, вы могли видеть Игоря Кузьмина на турнире ОФЛ. Выступал он в одной двойке с Юрием Тучей Левашовым. Выступление было ярким. Они приезжали на досрочное взвешивание. И, наконец-то, наконец-то в наши экраны попал Александр Паниш. Да, который, видимо, все-таки разобрался чуть-чуть. Да, да. На коротке взяла рыба. Он быстро очень ее подвел к подсаку. Рыба. Ну, считанные сантиметры отделяли рыбу от береговой. Именно там один разворот хвоста, и рыба бы коснулась берега. Но шапка Шимоно, самонаводящаяся. Но шапка Шимоно, да, да? Шимоно, да, да, Шимоно вывезла, вывезу. Да. Рыба в зачете. Все-таки, на мой взгляд, здесь чуть-чуть попасение рыба себя ведет, да? Ну, мне кажется, что вообще сказывается уже, скажем так, спад клево. Все-таки третий час идет у нас. И, конечно же, рыбка закатывается и закатывается. Нас встречают. А у Максима поединок с Мирчей. И нам ребята из Черноцова подсказывают, что у Мирча это тоже первый турнир, который он проводит. У нас есть еще один новичок. В формате Эрия. Я не думаю, что здесь есть новички абсолютные в рыболовном спорте, да? Но вот он показывает два пальца. То есть либо это победа, либо это два. Либо просто приветствие. Либо просто, да, здоровается со своими почитателями, болельщиками из Черновцов. Маме и папе передают привет Максим Нестерцов. Не уверен, что мама и папа его смотрят, но мама смотрит. Мама топит там, папа у него поиск. Мама топит. Ну вот, Макс как раз отличается умением ловить пассивную рыбу. И на данный момент рыба у нас достаточно пассивная. То есть основной элемент ловли пассивной рыбы надо как можно меньше двигать приманкой. И катушкой. Да. Ну, грубо говоря, то, что мы все любим, ничего не делать. То есть если вы что-то делаете, то вы далеки от понимания ловли пассивной форели. Ну и вот мы сейчас наблюдаем три неподвижных кончика удилищ абсолютно одинаковых. Ага, ну а у нас Коренчевский, Дмитрий. Коренчевский, да, заводит рыбу. Да, и... И судя по всему, Александр Ремешевский снова проигрывает дуэль потихонечку, да? Да, закатывает. Не видел я, чтобы Александр заводил в этом туре рыбу. Ну, немного рыбы, в принципе, я так понимаю, поймана. Даже в зоне Б, которая обычно славится большей активностью. Ну и Саня, да, Саня непросто сегодня ему. Ну, дело в том, что вот на данный момент я начинаю несколько понимать тот факт, что во многом, конечно же, от жребия зависит итоговый результат спортсмена. То есть, скажем так, может попасться достаточно простой жребий. То есть, не скажем, не такие именитые и сильные противники на протяжении всех восьми туров. А можно встрять так, что каждый... Что не отскочишь никак. Что каждый раз придется рубиться. Ну, с каждым турниром таких людей становится все больше и больше. Поэтому, в принципе, восемь стартов однозначно подразумевают встречу хотя бы с одним-двумя, но очень сильными соперниками. Ну, кстати, Александр Жадан сейчас нам свою восьмерку зачитал. И, конечно, там просто нет ни одной неяркой фамилии. То есть, все в той или иной степени были либо на пьедестале почета, либо попадали в финалы, там, либо... Ага, у нас рыбу как раз берет Игорь Кузьмин. Игорь Кузьмин. Нет, не подсакал на нас, типа мы сбили ему рыбу своим комментариям. Как раз, да, да. И финиш. И финиш. Ну что, Аленочка, как твои два батла закончились? Одна нулевая ничья у нас. И... Слово мы с тобой. Один ноль. Один ноль, с сожалению. Мик счастья. Ты выиграла и проиграла? Я выиграла. Выиграла. Ага. Ну, и сколько баллов у тебя на данный момент, если в арифметику удариться? Три полтора и три. Три полтора и семь с половиной. Семь с половиной баллов. Это очень неплохой результат. Ну, друзья мои, для тех, кто не сильно знаком с арифметикой форелевых турниров, напомню, что, ну, примерно больше шестнадцати надо набрать спортсменам, чтобы иметь шанс попадания в финальную восьмерку. Да? То есть, фактически за четыре тура надо в среднем набрать восемь. Да, вот у Алены уже на данный момент семь с половиной, а впереди еще один батл, и если она наберет хотя бы полтора или, в лучшем случае, три балла, то у нее появляется очень серьезный шанс на то, чтобы мы наконец-то увидели девушку в финале. Да, мы с Олегом просто мечтаем об этом, потому что, вот, к сожалению... Да, 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 Роман. Пойдем к Николаю, наш Николай заждался. Да, к сожалению, вот ни разу не было девушки в финале, хотя Алена была достаточно близко к нему, то есть один раз буквально по рыбам она не зашла в финал, по баллам ей хватило. Ну, вот, кстати, Антон Лепиев. Да, Антон Лепиев. Расскажи нам, Антон, не надо рукой махать, расскажи, как ты выступил три тура. Первый тур у меня была боевая ничья. Боевая это нулевая или нет? Боевая, боевая. Это по одной репе мы поймали. Во втором туре мы с Оленой Иваневицей играли 2-1. Она держала победу. И в третьем туре вот только что победил. Еще там 1-0. Ага, то есть у Антона дела не так плохо. Четыре с половиной. Так, так. А вот Колян эмоционально рассказывает, как он выступал. Петра проиграла. Да, да. Не получаю. А как удалось себе это? Как удалось, не знаю. Вот старался. На интуиции, да, все? Да, старался. Спасибо, Николай. И все заработал предупреждение. За что? За то, что эмоционально выразился, когда рыба сошла. Ага. Ого. Дмитрий Линский, кстати, у нас рядом есть, Олег. И мы, к сожалению, пока нам Дима не попадался в объективе, вот сейчас мы его выследили наконец-то. И все эти пенсии напишутся в уталу. Коль, в суде не брать монахов, пожалуйста. Колью просто предупреждение сделали. За нецензур... Тоже за... За красивый язык, потому что нашу трансляцию, напоминаю, смотрят, наверное, и... Да, не, ну ладно, доставим пока этот мотив. Расскажи о своем выступлении, Дима, как ты идешь на данный момент. Ну вот такое, плюс у меня первая ничья была. 1-1, потом 0-0, сейчас выгнал у Юры Тучи Левашова 2-0. А так. Пока без поражения, это радует. Ну, это радует. Ну, а приятно выигрывать у Юрия Тучи Левашова. У самого Тучи. Да, у Юрия Тучи, конечно. Сраненый. Сраненый, говорит. Сраненый. Ну, у него просто болит спина, и он на таблетках, на уколах. Сейчас пытается воевать на равных с Ровым. Нет. Мы снова в эфире. Буквально на долю секунды привала связь. Есть, есть канал. Есть, есть канал. Дима, Дима. Можно тебя еще на секунду отвлечь? То есть, пользуясь момента, может ты нам о приманках Эльбейт с форелевой вкрасы расскажешь? Вадим Логинов присоединился к нашим зрителям и сейчас смотрит нашу трансляцию. Нет, покажи лучше их. У тебя же есть в коробке? Я так понимаю, что есть некий ассортимент приванок Эльбейт с форелевой вкрасой, который в моем ящике получили, скажем так, вот такую специальную ячейку. Ну, я привык все как бы смешивать, но в одном цвете. То есть, это вот новый червь, который вышел только в этом году. Твич Ворм. Ну, личинки стандартные. Это вот старый червь. А нет, это тоже Твич Ворм. Тут у меня них нет. Сейчас я в желтом цвете. Вот такие слаги, это Эльмину. То есть, они тоже неплохо работали, но сейчас что-то... Вчера работали, а сегодня что-то я в первом пыре попробовал. Но что-то сегодня она не хочет такие более тепло. Объемные приманки хочет почему-то. Не знаю. Может, это у меня, да. Не, ну, в целом, да, да, в целом люди подтверждают, что бота... Ну, а более подробно о приманках Эльбейтс вы можете посмотреть на нашем канале Ютуб, когда на выставке Дмитрий Линский презентовал приманки этой фирмы. И он сделал очень интересный подробный отчет об ассортименте приманок Эльбейтс. Ну, кстати, Олег, да, мне кажется, как раз, что все работает та же схема, что и в ловле поздней осенней щуки. Ого, Колян, какую бэбэху! Надо ставить большие приманки и нужно ловить вертик с вертикальной составляющей провода. Я скоро поставлю 15 грамм головку и буду ловить здесь судака. Я сейчас тоже проиграю. Кофеную. Буду судака. Ну, это корм форелевый, да, я так понимаю? Наверное. Ну, Колян, в любом случае у нас с тобой завтра ждет очень интересная ловля. Не расстраивайся. А мы завтра будем с Коляном ловить саммов. На ловковом озере с ловки. Саммов. Да. Друзья мои, это коррупционные схемы, не слушайте. Кумов-слов какое-то. Кумов-слов. Да, на ловковом озере разрешена рыбалка исключительно с береги. Там разрешена с лодки. Коля, это тихо, тихо. Тихо. У нас все проплачивает. Тихо. Поэтому форелевый. Да, поэтому Колян уже быстро паркует самов и какая там форель. Но, тем не менее, тем не менее, надо ловить. Но мы будем проводить научный отлов для того, чтобы понять, и какая рыба в каких кондициях и в каких размерах здесь есть. Для того, чтобы потом посетителям водоема можно было показать и рассказать, что здесь ловится. Никаких коррупционных схем. Исключительно научная... И онлайн-трансляция. Никаких онлайн-трансляций. Только фото. Только фото на память. Фото в фейсбуке. Научное исследование Де Георгия подсказывает нам. Напомню, что наш друг Георгий Туразиани восстановился в университете и заканчивает свою учебу, аспирантуру на ихтеолога. У нас будет свой ихтеолог. Свой. Да, поэтому, друзья, если вы мне смотрительно делаете комментарии о поведении рыбы, берегитесь. Вас могут крепко поправить с научной точки зрения. Молите, чтобы вас не смотрел Георгий Туразиани. У нас сегодня будет свой Алексей Цесарский. Да, да, да. Он сказывал такую интересную историю про рыбу. Помните, передача была? Да, конечно. А еще был такой ведущий, как Иван Затевахин, да? Но у нас своего Затевахина пока нет, к сожалению. Анатолий Поклев. Он чересчур яркий персонаж. И найти второй. Анатолий Поков был много раз. Да, Александр Рубизнанный, да, в рыбацких передачах. Я даже таких не знаю. Я после этих передач журнал «Тащи» читал. Один журнал «Тащи». Весь журнал. Весь выпуск. У нас с Денисом такой в шкатулке. Мы так были развод в день выхода этого журнала. Открыли, подняли. Ну их там вышло два, по-моему, или три всего. Один. А, один, точно, один, один, да. Там стипкэрт, там реклама. Ну был ярко оформлен он, конечно. Охрененный. Мы вообще будем с Денисом все. Это журнал всей нашей жизни. Один. И он кончен. Все догадывается. Минута до старта, друзья. Так, колянки соленые какие-то, коррупционные схемы обсуждали только что. Мы не увидели это все. Ну а что? А Николай Макартычан у нас сейчас будет проводить поединок с Александром Ремешевским. А новичок Андрей Бабунов с Дмитрием Ильинским. Ооо, у нас здесь интересные батлы намечаются, друзья. Да, я думаю, мы попали как раз вот в эпицентр событий в зоне Б. Буквально, да, опять вот у нас в ближайшем обозримом пространстве сразу несколько очень интересных батлов состоится. Ну и, конечно же, они интересны тем, что это четвертый, четвертый тур, четвертый, скажем так, батл. Рыба закатана на данный момент максимально. Да, не вижу я, чтобы кто-то пытался ловить на железо, хотя, может быть, и зря. Потому что, когда два тура ловят на силикон, потом, может быть, одну рыбку на железо можно и обмануть. Ну, а я со своей стороны напомню зрителям, что у вас остается всего лишь пять туров для того, чтобы попытаться выиграть приз от компании Extreme Expedition набор приманок Эль Бейтс. Вам достаточно всего лишь указать призовую тройку. И если фамилии, которые вы напишите в комментариях, совпадут с фамилиями людей, которые будут стоять на пьедестале по окончании турнира, то у вас будет роскошный приз от компании Extreme Expedition. Ну, я думаю, стоит добавить, что необязательно угадать всех трех. То есть, чем больше. Достаточно угадать всех трех. Я думаю, что всех трех не угадает никто. Это мой прогноз. Это практически невозможно. Но если вы угадаете двух или хотя бы одного, то вы уже имеете шанс получить этот приз при условии, что ваш прогноз был самым первым. А у нас прямо перед камерой происходит поклевка. Дмитрий Винский засекает рыбу. Судя по всему, довольно далеко она плюнула. Он до сих пор ее не подвел к берегу. Нет, подвел. Зеленый, здоровый, красивый червак. Вот, кстати, заметил Олег, что сегодня многие спортсмены, не изговариваясь, ловят на шар трес. Это, кстати, еще один такой символ рыбалки поздней осенью. Даже щучья рыбалка, я не побоюсь этого сравнения. Крупная приманка, шар трес и джик. Мы еще раз убеждаемся, что форель такая интересная рыба, в ловле которой можно использовать совершенно разные подходы из других видов рыболовных спиннинговых направлений. Тут есть и окуневых элементов, мы очень много наблюдаем в проводках. Есть, конечно же, какие-то аллюзии с ловлей щуки. Константин, кстати, Превор ловит очень похожую на то, как они ловят судака на Южном Буге. У меня такое сложилось ощущение. И все-все эти методы в определенное время приносят свой результат. Ярк у Колена была поклевка, да, Колен? Да, была поклевка у Николая под ногами прямо. Форель атаковала приманку, но... К сожалению, не засеклась. Но это, кстати, обратная сторона ловли на объемные приманки. Очень много пустых поклевок. А у нас рыбу взял снова... Дергунов Владимир у нас берет рыбу в начале зоны. Но отсюда, скорее всего, будет не видно. Но вот Дергунова Владимира видно очень хорошо. Он тоже в ярко-шартрезном таком одеянии выступает. Ну и, по-видимому, у него с рыбой тоже все неплохо. А у нас вываживают рыбу Николай... Ой, Константин Белошицкий. Ну, друзья, это означает только одно, что в скором времени после окончания турнира мы будем наслаждаться его отчетом. Потому что его отчеты, которые он выкладывает в фейсбук, настолько яркие и эмоциональные, что их всегда хочется прочитать несколько раз. И не потому, что непонятно. Потому что очень красиво пишет Константин в свои отчеты. Так что давайте с вами надеяться, что он поймает не одну, а несколько рыб. Это, в свою очередь, даст ему новый толчок для написания очень красивого отчета. У нас есть вываживание. Вот сейчас как раз наступило то время, когда... А, исход. Да. Очень редкие поклевки. Вот у нас в четвертом часе такая очень-очень пизодичная. Это Александр из Черкасс пускает рыбу. Да, Александр. Фамилию сейчас мы уточним из Черкасс. К сожалению, не доводит рыбу до подсака. Но, к сожалению... И тут же засекает Максим Нестерцов. Я думаю, время его маме сейчас поднять флаг. Да. И скандировать Максим, Максим. Есть. Есть. Нам берет рыбу. Максим, Макс. И Баранчиков Олег снова в недоумении. Ну, да. Вот мы только наблюдали в предыдущем баттле, как Алена Иванчук, его заставила погрустнеть. И вот сейчас Максим Нестерцов занимается примерно тем же. Да. У них с Аленой много общего. Согласен. Мама слушает. Алены? Макса. Все, Макс отпустил рыбу. Рыба в зачете. И для Макса это, конечно же, очень хорошо. Ну, кстати, Максим пропадал у нас в финалы. Да? В этой осени. Ну, Максим хорошо ловит. Напомню зрителям, что на турнире пал. Вот. Он победил. И второе место занял. Да, или победил. В прошлом году? Да. По-моему, второе место. Второе место, да, он занял. А у нас, кстати, вот Виктор Абдалов. Две поимки. Виктор Абдалов и... Нет, нет, вываживай. Нет, он выпускает сейчас рыбу. У нас на белую пупу поймал рыбу. Не скажу, кто, честно говоря. Ну, не говори. Да. В прошлом туре этот спортсмен поиграл в свой дуэль Алене Комаровой. Вот такое сложное определение спортсменов, друзья. Напомню, что мы, к сожалению, не можем всех спортсменов идентифицировать. Правильно, потому что на данном турнире не предусмотрены бортовые номера. Вот. И вот приходится выкручиваться таким образом. То есть за рыбу поймал спортсмен, который в прошлом баттле проиграл Алене Комаровой. Со счетом 1-0. Со счетом 1-0. Вот такая сложная идентификация. Да. Происходит, прошу нас извинить, но... А неужели Максим Нестерцов еще одну? Давайте подойдем. Да, это уже знак. Да, есть рыба, есть. Да, ну и Макс берет еще одну форель, притом рыба заглотила очень глубоко, придется, скорее всего, ее... Да, нам ждется, ее убить. Да, жарить. Да, кстати... Хотя нет, без проблем. Приманку извлек Максим из рыбы. Не кровит. Не кровит. Все отлично для рыбы и для Максима Нестерцова сложилось как нельзя лучше. То есть у Макса уже две рыбы. Три рыбы. А, три рыбы. Ну, скажем так, по нынешнему клеву это... Мама топит. Да, да, мама, я так понимаю, энергетика мамы Максима передается сюда на Вовково озеро, потому что три пойманных форели в четвертом часе, это уже как бы... Три рыбы говорит о мастерстве спортсмена. Это говорит о том, что одним мастерством этого добиться нельзя. Нужна еще мощная поддержка извне. Ментальная. Извне. Да. Ментальная или астральная. Или астральная, да. Нельзя, нельзя упускать из вида астральную поддержку. Поддержку. Да, потому что, друзья мои, на самом деле вы тоже очень помогаете спортсменам, за которые болеете. Тем более им поддержка ваша очень сейчас нужна, ввиду того, что... Ой-ой-ой, какое вываживание эпическое. Ой, что-то... На той стороне как раз, я не знаю, видно вот как раз напротив Макса. Если я не ошибаюсь, это Виктор Дудник, да? Виктор Дудник устроил корриду с форелью. Она металась через два сектора, влево-вправо, танцевала на хвосте, но в итоге он ее все-таки достал. Минута до перехода. И Инна Стифогла фиксирует эту поимку. Таким образом спортсмен заносит свой актив очередной... Нет, это не Виктор Дудник, я ошибся, господа. Я ошибся. Ну просто мы забыли включить восьмую, двенадцатую и четырнадцатую камеры для того, чтобы иметь полную картинку с водоема. У нас нет четырнадцатых камеры. У нас нет четырнадцатых камеры. Тогда включите вторую и пятую, у нас всего одна. Это был Савенко Алексей. А это был Савенко Алексей. А сейчас у нас вываживает снова Алена Иванчук и победитель Норрис Траут Кап. Павел Миланич? Павел Миланич тоже взял рыбу. Он тоже очень уверенно, кстати, идет сейчас. Поэтому мне кажется, что... Те, кто ставил... Я думаю, надо переходить туда. Там движение все-таки повеселее. Роман Николаевич, а как ваш батл проходит? Вообще никак. Никак? Ага, спасибо. Все бацы, все муны и стерпы. Не, ну все ясно. Все ясно. Эмоциональная составляющая этого ответа говорит о многом. Ну да. Ладно я в треворуке, но как все остальные. Ну честно говоря, вот я как раз очень сейчас понимаю Романа, своего тезку. Потому что... Я помню, как я тоже попал на первые форелевые соревнования. Мы с Олегом на них попали, когда рыба запускалась в речку. Чечву, да? Чечву, по-моему, была. Да. И все ловили рыбу. Кроме меня. Я бегал... Главное, если бы кроме меня. Мои напарники тоже не ловят. И я бегал из сектора... Мне захочется посмотреть, как это делать, но у меня ни черта не получается. Да, бегаешь из сектора в сектор и уже главное не выиграть, но поймать хотя бы одну рыбу. Она все никак не клюет. Вот это состояние Романа сейчас очень ярко прослеживается, то есть ему просто хочется поймать. Увидеть рыбу. А Савенко... Савенко и Превор... Что-то происходит. Да. Мы спешно покидаем этот берег и перемещаемся на противоположный. Потому что там активность рыбы жутко активна. Активная активность. Ну, пусть будет так. Максим Полищук просит передать привет Александру. Максим, мы передадим обязательно Александру привет. Но уже, наверное, в следующем туре мы не будем сейчас туда возвращаться. Но обязательно мы это сделаем. Нам сейчас очень важно переместиться в эту часть водоема и показать... всю динамику ловли. Все. Мы уже практически здесь. Практически в эпицентре событий. Все. Именно здесь. Все. Да, тут у нас... Так. Они все нормально. Ольга и Александр Ворожейкины благодарят за трансляцию. Да, обязательно передадим привет и Александре, и Александру, и Дмитрию. Вываживание у нас есть. Владимир Череднюк. Это да. Владимир Череднюк берет рыбу. Да, господа, сейчас мы должны с вами стать свидетелями очередных поимок. Если, конечно, к этому времени все не закончилось. Все не закончилось. Да. Кстати, вот опять же мы повторимся в очередной раз. То есть происходят какие-то такие выходы. Буквально двух-трехминутные. И сразу несколько спортсменов на определенной достаточно сжатой акватории начинают борьбу. Получают поклевки, фиксируют поимки рыбы. И потом внезапно это все заканчивается. То есть очень было интересно бы заглянуть под воду и посмотреть с чем это связано. Вот что же происходит на самом деле. То есть то ли активная стая рыбы проходит мимо, то ли еще какая-то причина активизации. Ну, хотя вот честно говоря, по опыту ловли стрима, в котором рыбу видно хорошо. То есть очень зачастую бывает такая картина, что ты стоишь на рыбе. В секторе ее много, ее видно. Но все забросы приманки не приводят к никакому результату. Потом вдруг в какой-то момент происходит активизация рыбы. Буквально там 2-3-4 минуты поклевки следует чуть ли не на каждом забросе. И потом все снова стихает. То есть возможно здесь та же картина происходит. То есть большое количество рыбы находится в зоне ловли. Рыба пассивная, не реагирует. Потом происходит какое-то такое событие. Возможно какая-то одна рыба проявляет активность и заводит других или еще по какой-то причине. То есть большое количество рыбы начинает охотиться и становятся собственно поводом. Возможно мы и пришли и все закончилось. Да, с поводом к записям в судейских протоколах. Владимир Череднюк выводит очередную рыбу. Есть рыба в подсадчике. А мы тем временем подсоединяем элемент живления до нашей камеры. И продолжим мы нашу трансляцию. Висутни живления нас уже не турбуе. Нас турбуе висутни поклевок. Ну не знаю. Вот Данил Лясов. Кстати вот опять пошел выход какой-то. Сразу два спортсмена начинают. А это как сход у Данила. Вот невероятный на прыжке. Снова шартресс. Да, снова шартресс. И кстати вот в данный момент это очень... Некоторые спортсмены вот я заметил перешли на ловлю на мелкие приманки достаточно. Вплоть до того, что вот сейчас спортсмен Рябец Константин, да? Да, Рябец Константин ловит мне кажется на нарезку силиконовую. То есть это какая-то там очень маленькая личинка или нарезанная что-то. Она сожрала ее. А, откусила. А, откусила кусочек. Остатки роскоши. Да. Уже нечего. Все стало на свои места. Это не очень маленькая приманка. Просто... Просто она одна и... Роман Николаевич Тайсон на той стороне... Да! Друзья мои! Сошла! Не смог! Вы все слышали наверняка. Это ворпли раненого дверя. То есть это была череда идиоматических выражений нецензурного толка. Нет, нет, нет. Роман очень культурный. Он на людях никогда себе такого не позволил. Но, во всяком случае, он вываживал свою первую форель. К сожалению, она до подсака не дошла. Но мы надеемся, что... А, у нас вываживание, кстати, тихонечко-тихонечко в начале зоны... А мы сейчас посмотрим, кто это... Да, соперник Константина Превора. И, кстати, у Кости тоже была поклёка во время вываживания, но рыба не засеклась. А это у нас... Это у нас... Взял рыбу... Совенко Александр. А, горка... Прошу прощения. Горковенко Александр. Это у нас взял рыбу. Ну вот, кстати, что-то Костик Превору сегодня не фартит. Мы чаще наблюдаем, как ловят его соперники. Чем сам Константин. Ну, не по первому это называется. Ну, да. Вот, кстати, очень интересно наблюдать за спортсменами, которые участвуют практически во всех турнирах форелевых. И наблюдать за их выступлениями в том, в плане, что очень часто кажется, что здесь очень важно поймать какой-то кураж или волну. То есть, вот со старта спортсмен пошёл хорошо, и он продолжает выигрывать, выигрывать, выигрывать. И, как минимум, заходит в финальную часть. А бывает, вот не пошло, и всё, как заколодило. То есть, буквально соперники ловят, а ты нет. То есть, очень. И это, по ощущениям, даже не очень зависит от уровня спортсмена. Больше зависит от какой-то тонкого настроя. Да, от какой-то энергетической составляющей. Да. Вот, кстати, вот у Костика что-то сегодня какая-то не такая энергетическая составляющая. Не то давление. Горизонтальная. Не то давление. Сегодня ловят маленькие спортсмены, а небольшие. Да. А у нас, кстати, вот есть уже поимка. Все это взял, вроде. Вот. Вот. Евгений только что. Да. Все райкорки. Он стоит перед нами. Тоже поймал. Кстати, он сейчас рубится с Кириллом Погостинским. У Кирилла мы рыбу тоже видели. Вот. И Евгений. Финиш. Финиш. Ну что, подошел к концу. Да. Первый этап отборов. Да. Подойдем, наверное, к Кириллу поинтересуемся. Начинаем. Ярко ловим. Кирилл, как закончился ваш батл? Да. Я сегодня... Вы пришли там, насрали в руки. Так. Все. Все время попадаю. Вот я теперь, блин, попадаю. Ага. Каждую партию попадаю. На последние минуты. Ага. Ну... Вы видели два-один, да? Да. То есть эта рыба была решающей, да? Вот так вот, друзья мои, бывает в форелевом спорте, да, что на последней минуте таран Евгений взял форель, и Кирилл, к сожалению, не записывает ничего в свою карточку. Не, я записываю. Ну, что-то записывает, да. Ну, что-то записывает, но оно ничего не значит, грубо говоря. Да. А сколько всего Кирилл набрал баллов, мы сейчас узнаем. Потому что все-таки Кирилл, вот, по нашим таким подсчетам, единственный спортсмен, который дважды занял призовые места в этом сезоне. Кирилл, сколько у тебя сейчас баллов? Честно, честно, честно. Вот я вам бы сказал бы, но не хочу. Нет у меня баллов. Нет у Кирилла баллов. И я так понимаю, что наша камера является определенным иммунитетом от того, что мы могли услышать от Кирилла. Перерыв был? Не знаю, Кирилл, будет у нас перерыв или нет. Ален, а как твои прошли баттлы последние? Ну, у меня, получается, один проигрыш и три выигрыша. А, ну, великолепно. Ух ты, великолепно. Я же говорил, что длинные сегодня не ловят, а маленькие ловят. Да. По-моему, вот только так можно это объяснить. Надеюсь, будет дальше. То есть, в принципе, у тебя сейчас девять баллов. Правильно я понимаю? Наверное, да. Я, честно говоря, не считала. То есть, после четырех этапов, три это... Нет, ну, девять это великолепно. Победы, да, великолепно. Тут еще раз ставь. Аленочка, а на что ты ловишь? Как тебе удается? Я, в основном, на силикон и вот на... Такой вот здесь, ну. Ну, в принципе, яркие цвета сейчас. Спасибо, Аленочка. Ну, друзья, наверное, нам стоит будет последить за Аленой. Да, то есть, девять баллов это очень, очень... Из двенадцати возможных это очень хорошо, я бы даже сказал. Владимир, как ваши? Видели, да. Видели, кстати, две рыбы, это... Чего так мало? Ну, мы не можем следить за... Очень быстро ты ловишь и очень много, настолько мы поняли. Сколько рыб последних? Нет, последние тоже самое, две рыбы. Две рыбы, да? Да. Сейчас поклевки у меня были единичные. Не было особо сильных поклевок. То есть, находишь цвет, находишь... Ну, в принципе, очень аккуратно работает. Вон, виновник был. Правильно. Провокатор. Чего? Провокатор. Провокатор ловли на силикон. Пытался колебать? Ну, в общем, да, колебло не работало. Ну, как, оно были по тычке, были по плевке, но как-то слабенько. Ну, мы дружескую ничью разошли. Да, 2-2 хорошо. Ну, в четвертом туре 2-2 это хорошее. У нас было жарко, во всяком случае. Ну, нормально. Не, у нас что-то вообще... Такое ощущение шестая пошла. Такое впечатление, да, что как будто тут началось. Бурло такое. Да, оно так... Правда, на нас и затихло, наверное, мы сюда ловили. А, ну, наверное, она оттуда шла. Да, мы все остальное забрали, и дальше было уже тихо. Поставили кордон такой для фореля, то есть... Все остальные только... Не, ну, великолепные результаты. С нами были Владимир Череднюк и Александр Мохнатко, друзья. А у людей сейчас... О, кстати, у профессионалов как дело. Ладно. Профессионалы не хотят. Ну, друзья, на самом деле у нас получается сейчас небольшой перерыв. И через... Через... Сколько мы вернемся в эфир? Сейчас, одну секундочку. У нас есть специалист по неймингу. И нам нужно узнать, когда у нас запланировано... 11. Второй тур, да? Нет, 11 завода их общения. 11.00, 12.50, да? С 10 до 20 до 11 до 11 до 11.00. Ну, судя по всему, перерыв будет где-то около 30 минут, друзья. Так что будьте на связи. Через 30 минут мы вернемся. Ну, что в один это громад? Сейчас 10.53. Сейчас. То есть, я думаю, что старт был смещен. Что-то... Да. Друзья, ну, буквально 20-30 минут и мы снова в эфире. Да. 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 Да.